Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол.Та.Жизнь и это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня мы отыграем весь декабрь нашего второго сезона. Сегодня у нас интересный, по крайней мере, матч. У нас матч против Фулхома. Эту команду мы знаем уже второй сезон, так как мы вместе с ними выходили из чемпионшипа ВПЛ. Дальше, я так понимаю, у нас это завершение Лиги Европы. Матч против Гладбухской Баруси. Мы вроде там уже точно выходим в плей-офф и даже точно, наверное, с первой строчки. Дальше у нас это матч с Тоттенхэмом в чемпионате. Это первая строчка. Дальше, вторая строчка. Но сейчас, если мы выиграем Фулхом, мы будем на второй Челси, на третьем будем делить вторую строчку. При равенстве очков мы все равно выше как-то Челси окажемся. Поэтому это вторая строчка. Потом у нас матч с Брайтоном, матч с Манчестером Юнайтедом, Эвертон и Лестер. Я так посмотрел до записи на эти матчи и решил все-таки прийти к такому выбору. У нас в этом месяце три серьезных соперника. Таких это Тоттенхэм, Челси и Манчестер Юнайтед. Поэтому мы никак не можем сыграть против них трех первыми составами. Поэтому я решил лучше сыграю против двух первых составов, чем против одного серьезного. Против Тоттенхэма мы играли первым составом в Кубке Карабао. Вылетели там минимально благодаря голу. Вроде, я не помню, Кристиан Эриксон вроде нам забил. Поэтому я решил все-таки мы сыграем с Челси и с Манчестером Юнайтедом первым составом. А вот уже с Тоттенхэм, даже тут с Боруссией мы и получается с Эвертоном будем играть вторым составом. Ну а с Лестером, Манчестером, Челси и с Гладбахом мы будем играть первым составом. Ну а вот Брайтон, Эвертон, Тоттенхэм и Фулхэм получается у нас будут играть вторым. Ну мы против них будем играть вторым составом. Вот наш состав второй, кстати, Козлов и Дзюба одинакового рейтинга. Поэтому скорее всего, если Козлов наберет 78, мы естественно поменяем. Дзюба уже точно не наберет. Я сейчас даже вот гляну, что у нас тут. Вот Дзюба 77, Козлов 77, Жамаледдинов 72, Скворцов 74. Кстати, средняя стала форма у Романа Скворцова. Раньше была плохая, я замечал. Ну вот здесь тоже средняя, да. Мы посмотрим, конечно, потом, как закончатся сезоны у других команд. Но, скорее всего, мы Дзюбу либо в этом сезоне, либо пишите в комментариях, как вы хотите, чтобы он еще у нас на третий сезон остался все-таки в команде, либо уже после второго мы его попытались продать. Напишите, потому что после этого выпуска будет трансферное окно, и после этого трансферного окна мы будем выставлять уже игроков, которых нам точно не надо, там в аренду некоторые будем давать, ну и также будем смотреть, кого бы подписывать. Это тоже очень нам важно. Все-таки мы, скорее всего, останемся в АПЛ. Итак, играем мы дома. Вот такая замечательная форма, как у Амкала сейчас, у Фулхама. Играем мы вторым составом, как я и сказал. Все, состав вы видите, поехали. Итак, замечательный наш домашний стадион. Каждый выпуск просто забываю поменять сетку, здесь натяжение, либо форму сетки по-другому. Престон Фулхам сегодня на поле, и это интересная игра. Против Фулхам мы играли, они нас вынесли 3-0 вроде в прошлом сезоне. Сейчас посмотрим, как мы сегодня сыграем. Поехали. Кучаев находит пасом Масаковского, а вот и Козлов. А Козлов как на Вяткино-то, а вы посмотрите, что творят. Седьмая минута, и Престон выходит вперед в матче против Фулхама. Я вообще отдавал, если честно, на Матвея Мишина сейчас. А, нет, Матвей же у нас первым составит, да, здесь я отдавал на Жамалединова. Ну, как-то тут Ярослав прям мяч подхватил, отлично. Ну и пробивает. И вот так вот, вроде как, если я ничего не путаю, Фулхам, обладатели чемпионшипа прошлого сезона, если правда, я ничего не путаю. И вот так вот они проигрывают сейчас. Третий гол Ярослава в премьер-лиге, но неплохо. Даже никак не сигнализировал рефери. Ну а Козлов делает 2-0. 75-я минута, и все замечательно, друзья, у нас. Очень классная игра сейчас у Престона прям выработалась. Очень хорошо играет Престон. Уверенная победа Престона над Фулхамом. Вот так вот отомстили мы за прошлогодний сезон. Мы вроде с ними минимально мы их обыграли, если я ничего не путаю, тут же, на этом стадионе. А вот на выезде они нас разнесли с счетом 3-0. Где-то так это примерно было, мне кажется. Лучшим игроком сегодня становится Андрей Козлов. Замечательный матч. Так, Престон не проигрывает. У нас есть все условия, что продолжат. Ну, там сейчас у нас игра против Тоттенхэма скоро, так что, скорее всего, мы проиграем. Все, ответили на все вопросы. И у нас Лига Европы, друзья. Да, мы точно уже проходим, но сейчас надо просто не проиграть Гладбаху с определенным... Да даже можно проиграть с определенным счетом. И тогда мы пройдем дальше все равно. Вот по Криво Харджингу сейчас, кстати, предложение на 500 тысяч евро больше предложили. Вот Бешикташа. Ну, турки всегда много могут предложить, но мы все равно отклоняем. До Днерат. Тому количеству времени, хотя он даже не играл в этом матче против Фулхама. Так, наших здесь нету пока что бомбардиров, поэтому мы проводим тренировку. Твердовский, 61-й, Борисенко, 57-й. Ну, мы просто ждем, когда можно будет наших рейдеров уже отдать либо в аренду, они там прокачались, и мы просто на этом заработали бы денег. Ну, и просто это моя задача была, как развитие молодежи, но еще надо его выпустить, между прочим. Игрока из Академии, это просто дал мне задачу выпустить. Увеличить рейтинг одного игрока, минимум на 5 после этого, выпустить в основном, или на замену. Ну, понятно, мы поняли. Так, что у нас с Молодежной Академией? 87 уже Твердовский, к сожалению, больше вы нам не подходите, будем так прям говорить. Крылов тоже. Но остальные пока что неплохо. И вот Мешков, кстати, 65, что-то я как-то и не заметил. Давайте мы его переведем. Я прям сразу перевожу его к себе в команду. Хороший рейтинг, сразу 65. Вот так. Что у нас по Мешкову? Мешков за этот сезон ничего еще не сделал. Но я понял, надо его качнуть. Поэтому его мы именно Мешкову мы давайте и прокачаем. Сделаем эту задачу все-таки. Увеличить рейтинг одного игрока Молодежной Академии минимум на 5. Понял. Давайте докачаем вот Мешкова до 70-го. Ну и выпустим на заменки в 5 матчах. Вот пока что вот такие будем мы задачи делать. Поэтому тренировки пока что мы вот все, абсолютно все 5, я постараюсь пустить на одного игрока, чтобы обязательно выполнить эту задачу. Вот. Так что со следующих тренировок, главное не забыть, мы будем качать Мешкова. Да. Ну и пока я помню, сейчас все-таки перед матчем с Гладбахом, где она у нас, тем более дома еще будет, да. Поэтому я сейчас вроде... А, ну да, не здесь, в самой надо игре менять. Хорошо. Нам приходит сообщение, Петраков говорит, что в хорошей форме, готов играть. Впереди более важные матчи, да. Поэтому против Боруссии будет играть у меня первый состав. Вот. Ничего личного, просто дальше там будет игра с Тотунхэмэм. С ним я буду играть вторым составом. Так. Мы собираемся победить. Я действительно на это надеюсь. Статистика тут ни при чем будем говорить. Все. Быстренько ответили. Даже интересно уже к концу фифы 20-й читать, что они там говорят и пишут. Матч у нас за первое место уж точно. Потому что сейчас мы глянем, что там по разнице у нас мячей. Или бы там по очным встречам. Мне кажется, по очным мы, наверное, все-таки будут встречам. Смотреть. Сейчас у нас равенство очков. Если нам лишь бы не проиграть, но мы все равно обыграли Боруссию там минимально. Со счетом 1-0 на выезде. Так что, ну просто нам надо не проиграть. Сегодня Боруссии Мюнхен-Гладбах. По рейтингам, я смотрю, никто не понизился, не повысился. Некоторые, естественно, повышаются, но никого переводить и понижать никуда не надо. Вот, у нас домашняя игра на последнее в этом сезоне, в Еврокубках. Ну, точнее, в этом году, в 2000. Это получается какой год у нас сейчас? 20-й, да. Вот, я посмотрю, может здесь можно зайти прям поменять. Нет, это в самой, наверное, да, в самом меню, не в карьере, а в самом меню поменять сетку. Хорошо, как-нибудь это я сделаю. Выходим мы на поле. Поехали. Итак, разминаются. Между прочим, это наши. Сейчас действительно игроков показывают, потому что мы намного лучше сейчас играем, чем Баруси Менхенгладбах. Мы выиграли все 5 матчей. Вот. И сегодня мы очень даже настроены выигрывать и шестую игру в Еврокубке. Поэтому. Стадион школы номер 127. Вот. Как-то и мяч, смотрите, дергается. Что за бак? Ладно, пропустим. От греха. Престон против Баруси Менхенгладбах. Шестой тур Лиги Европы. Поехали. Мишин. Неплохо. Айвазян. Головина. Головин. Головин на Мельникова. И Мельников. Ну и все. На пятой уже минуте мы просто выигрываем. Максим Мельников забивает в Лиге Европы ворота Баруси Менхенгладбах. И шансы все теряются. У Гладбаха выйти из первой строчки. Мне кажется, им надо было нас 2-0, лишь бы выиграть. При равенце очков там уже по личным встречам, да даже бы и по голам, бы они были выше. Но сейчас мы выигрываем. Это все замечательно. И первое место с первой нашей же попытки в Еврокубках поучаствовать. Причем Сомер-то потащил все-таки этот мяч. Ну, дотронулся пальчиками, немножко кончиками. Вот. Максим Мельников забивает свой первый гол в Лиге Европы. Поздравляем его с этим. Пятая минута. Шмельков замечательно. Айвазян. Ух, тут аккуратно надо. Айвазян. Замечательно. Головин на меня. А как замечательно даю я передачу сейчас на Александр Головина. И Головин. И Головин делает счет 2-0, а. Какая замечательная была сейчас передача сквозная от меня на Александр Головина. и 44-я минута. Счет у нас 2-0. Наших два лучших полузащитника, по моему мнению, это Максим Мельников и Александр Головин забивают. Ну и все. Мы точно должны по ходу этого сезона наверное, выигрывать Лигу Европы. Раз у нас в следующем сезоне должно быть попадание в Лигу Чемпионов, а там уже и выигрывать ее. Очень хорошо мы сейчас здесь все разыграли. Ну и какой-то гол Головина. Это третий уже гол в Лиге Европы. Отличный Мишин перехват сейчас показывает. И Матвей ускоряется. И отдают на Мельникова. И Мельникова забивает дубль в сегодняшнем матче. Отлично сейчас отыграл Матвей. Но здесь Максим просто должен подбежать сейчас. И убежал такой. Ладно. Максим забивает дубль в сегодняшнем матче. очень хорошая сейчас была и передача. В самый последний момент и левой ногой Максим отправляет мяч в ворота. Со счетом 3-0 мы громим сейчас уже Баруси Мерхин-Гладбах. Очень хорошо мы стали прям играть. Дюба. И замечательно дает на Александра Головина. И Головин. И Головин тоже сегодня забивает дубль. 70-я минута. 4-0. Престан громить сейчас просто Барусию. Это нашего, если я не ошибаюсь, самая крупная победа сейчас, наверное, будет на групповом этапе. Да и вообще в Еврокубках. Очень хорошо здесь получил мяч. Ну и пробил. Ну и для Головина это 4-й мяч. Ну и дубль в сегодняшнем матче. Отдает пас на Мельникова. И Мельников ускоряется. Но это штрафное, ребята. Это удаление нужно давать. Мельников шел сейчас на хэт-трик, но желтый, скорее всего, здесь, да. Получится. Сейчас посмотрим. На этот момент Були нарушил. Ух, тут прям ногу защемил двумя своими. Давайте. Красная карточка все-таки получает. Немного сильно отличается. Давайте я дам шанс Максиму забить свой хэт-трик. И прямо в перекладину. И все, мяч уходит. Вот очень было обидно. Чуть-чуть надо было, наверное, левее кружок сместить. Ну, очень хорошо сейчас было сыграно. Но удаление все-таки все равно получает, кстати, Барусия. И я вижу, отдаю на Александра Головина. Ну, и Головин забивает хэт-трик. 84-я минута. Александр Головин забивает хэт-трик в Лиге Европы. Не получилось Максиму сейчас в этом матче со штрафного забить хэт-трик. Забивает Головин. Очень хорошую игру сейчас показывает Александр Головин. Такой гол уже был. Мы как кому-то забили в АПЛ вроде такой гол. Либо в Лиге Европы тоже Ласку такой гол. Мы забивали. Поэтому Головин 84-я минута. И пятый его мяч в Лиге Европы. Разгромная победа Преснен над Баруси Мягун Владбах. Мы заслуженно занимаем первую строчку. Мы выиграли все 6 матчей. Головин забивает хэт-трик в сегодняшнем матче. За 6 ударов он смог забить 3. Ну и лучшим игроком естественно станет он. Да, 10 и 0 у него оценка. Замечательно. Ромакер находится в прекрасной форме. Все комплименты действительно заслужены. Головин оформил хэт-трик. Прекрасная игра, мы скажем. Вы снова выиграли. Можно и лучше действительно для Баруси играть. И у нас изменения в расписании. Это что уже сразу, да. 5 миллионов 580 тысяч нам добавили за то, что мы с первой строчки в плей-офф. А, кстати, нет. Мы на третьей строчке. Челси нас все-таки обогнали здесь как-то. Ну и у нас выездной еще матч. Дзюба здесь на третьей строчке. Козлов, кстати, не залетел. Ну, здесь минимум 9 мячей надо было забивать сейчас. А Козлову у него сейчас вроде 7-й или 6-й. Тоттенхэм Прессон. Быстренько отвечаем, чтобы настрой хотя бы повысился. Но все равно мы будем сейчас играть вторым составом, так что, скорее всего, мы проиграем. Потому что я играл первым в Кубке Карабао. Мы проиграли 1-0. Ну и снова Тоттенхэм. Мой самый нелюбимый, мне кажется, соперник. Хотя мог бы и сказать Сити. Но Сити мы выиграли в Кубке Англии в прошлом сезоне. Выиграли в Суперкубке. Но Тоттенхэм мы именно свою первую победу взяли в Кубке Англии в финале. Сейчас они прямо на нас разозлились. Кстати, здесь Челси сыграли в ничью. Скорее всего, да, потеряли они очки. Если мы сегодня выигрываем, то мы попадаем на законную вторую строчку. У нас будет 40 очков. 3 очка отставания будет до Тоттенхэма. Но если мы проиграем, мы не потеряем свою строчку, потому что Эвертон нас там не догонит уже. Вот. Первый состав. Ой, второй из них, да. Второй состав у нас готов. Рейтинги. Смотрю. Да никто не изменился до сих пор. Выездной матч против Тоттенхэма. Интересный будет. Ливень еще на стадионе. Поехали. Итак, разговаривается Харри, Кейн. Гарри, Харри вообще без разницы мне. Лучший бомбардир сейчас на данный момент в АПЛ. У нас тоже есть наш лучший бомбардир. Это Артем Дзюба. Он вроде на третьей строчке. Там впереди него только Манэм и Кейн как раз. Но Дзюба сегодня не будет на поле, так как он играл в матче против Боруссии в Минхенгладбах Лиги Европы. Мы вышли с первой строчки. Ну, и мы готовы. Замечательный стадион. Тоттенхэм Престон. АПЛ. Погнали. Вяткин на Козлова и Козлов. И это 1-0. Как мы сейчас филигранно, друзья, играем, а? Сразу же мы выходим вперед. Мы не забивали Тоттенхэму в Кубке Карабао. Несколько там... Он в прошлом вроде выпуске этот был матч. Но сейчас... Как мы сейчас действительно хорошо разыграли, а? Я прям чувствую, что у нас такая вот АПЛовская прям уже команда собранная готова выигрывать Лигу Чемпионов. Просто посмотрите, как все было разыграно, а? И Козлов все-таки забивает. А он метит сейчас на место Артема Дзюба. Если получит 78-й рейтинг, мы, естественно, ставим его, а не Дзюба в первый состав. И замечательный седьмой там или восьмой гол. Седьмой, да. Андрей Козлова на седьмой минуте он забивает свой седьмой гол в АПЛ. Сразу так на Меламед, да? А Меламед А Меламед да 2-0 делает, между прочим. Мы выиграем сейчас первую строчку АПЛ вторым составом, друзья. И снова Миша Меламед забивает топовым командам. Он забивал Ливерпулю на их стадионе и забивает Тоттенхаму на их стадионе. Очень хорошо здесь отыграл Козлов. Голливуд на себя записал. Ну и четвертый гол Михаила Меламеда в английской премьер-лиге. Петраков хорошо сейчас находит пасом Вяткина. Ну и естественно получает передачу Жемалединов. Там безофсайдные, я надеюсь, все было. Ну и Жемалединов. И Жемалединов забивает третий. Это уже гвоздь в крышку гроба. 85-я минута. Престон обыгрывает Тоттенхам на их стадионе со счетом 3-0. Ну и вот Рифаджа Мелединов в прошлый сезон отыгрывал в Лиге Чемпионов за Локомотив. Я не помню, как они там отыграли, но это в архивах точно есть на канале. Ну и вот он перешел в Престон, в команду, которая только что пробилась в английскую элиту, высшую лигу. И вот так вот они играют и забивают Тоттенхаму. Который шел сейчас между прочим на первой строчке. Мы сейчас сделаем минимальное там наверное отставание. Первый гол кстати Рифаджа Мелединова в премьер-лиге. Разгром Престон над Тоттенхамом. 3-0. Мы побеждаем. Очень классная игра. Обыграли все-таки Тоттенхам во второй раз. Отомстили за кубок Карабау. Хоть они там и дальше наверное пройдут. Но мы все равно отомстили. Для них это очень серьезная потеря очков. Все-таки они идут сейчас на первой строчке. И так играть просто нельзя. Ни одного удара. Причем за второй тайм даже не нанес Тоттенхам. 9-2. Оценка у Ярослава Вяткина. Лучший игрок матча. Почему Айвазян так и не вышел? Айвазян не вышел. Потому что он играет играл в Лиге Европы. Мы не проиграем до сих пор кстати. Мы обыграли да. Это импульс на предстоящие матчи. Что мы обыграли лидера турнирной таблицы естественно. Мы сейчас на второй строчке. Три очка у нас теперь до Тоттенхама было 6. Да. чуть ли я не забыл. Где там наш Мешков или как его зовут? Да. Вот Мешков. Нам надо ему сделать рейтинг 70 и выпустить в 5 матчах на замену. Это мы сможем сделать. Сейчас главное именно рейтинг ему набить хороший. Прокачать его и продать за хорошие деньги. Да он и сейчас очень хороший и все-таки молодой. Не знаю тут не написано сколько ему лет. но рейтинг уже 65 это очень неплохо мне так кажется. Остальные ребята извините но сегодня мы покачаем именно Мешкова. так пассы еще давайте нельзя удары тоже нельзя стандартное положение нельзя защита защиту нельзя то есть мы все ему делали то есть только 4 можно сделать тренировки ну давайте так посмотрим Масаковский 74 здесь давайте Регина какого-нибудь да 55 даже не знаю кого давайте Гончарова ему быстрее до 60 чтобы мы его перевели он сейчас прям должен у нас Мешков качаться то есть мы до декабря примерно искали его такого Регина вот мы его и нашли ну что же у нас игра против Челси это наши так сказать соперники по таблице очень рядом мы идем на второй а не на третий нам надо выигрывать их и отрываться на 5 очков от Челси поэтому это хорошая мотивация тем более мы обыграли Тоттенхэм на выезде надо дома себя тоже хорошо проявить Дзюба ротация важная скажу ваша команда продолжает заболеть оборотом мы не намерены настрой пригодится все что я хотел пока что сказать первый состав у меня готов ну и замены тоже я не знаю когда буду проводить там наверное на матчах сборных тогда я может быть даже и менять их и буду что насчет центра трансеров у нас здесь много классных кстати игроков мы за всеми уже последили вот будем многих сейчас подписывать со следующего сезона вот Миранчука Алексея Антона может быть тоже подпишем Роман Зобнин Федор Чалов точно будет с нами надеюсь вот но угол Кипров мне кажется не надо подписывать здесь у нас и наши хорошо справляются пока что все первым составом мы выходим против Челси играем мы дома Престон Челси классно тут еще и ну черную поставим что бы нет вот ясно на стадионе поехали и так снова наш стадион который нам принес сегодня две победы это над Фулхомом мы здесь обыграли их 2-0 и над Баруси Минхенгладбах разгром 5-0 поэтому я надеюсь что домашние стены хоть как-то нам помогут Престон Челси АПЛ поехали Тимо Вернер ой-ой-ой ну это все ух как же нет прямо на Вернера мяч сейчас отлетает но это вот обидно вот это действительно сейчас было обидно Довне это потащил кстати первый удар вот это обидно Мишина на Буренкова первый мяч который мы пропустили сегодня между прочим минимальное друзья поражение от Челси вот отомстили они нам за кубок Англии за прошлый сезон когда мы их обыграли в полфинале вроде ну минимально мне как-то ну вот единственный просто момент был хоть Челси и давил здесь видно но мы пытались боролись это очень абсолютно две разные команды Тоттенхэм и Челси были Шмельков у нас лучший игрок оценка 7.2 Зюба не играет ну будем говорить ладно так мы выдали неплохую серию будем так говорить все что-то просто не так я сомневаюсь ну теперь у нас снова отставание Тоттенхэма в 6 очков 1 очко до Челси и матч у нас сейчас с Брайтоном у нас матч на выезде против Брайтона не знаю где они сейчас идут и смотреть нету никакого желания но все-таки все равно посмотрю да нам надо сейчас еще посмотреть кстати что у нас там по Лиге Европы так Брайтон 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 идет на 14 строчке это 4 места до вылета кстати фулхом в зоне вылета уже так ну мы смотрим Лигу Европы там я надеюсь жеребевки никакой не было еще опа была ладно итак смотрим на наших возможных соперников давайте начнем во-первых группу А я вам запалил итак Атлетика Мадрид Монако Наполи выходит в Лигу Европы Спартак вообще вылетает так что Наполи может быть нашим возможным соперником Барселона Леон Аякс Локомотив вообще вылетает ну вот кстати Аякс и Леон видите у них все равно и голы и разница мячей и очков на равенце 1-1 они сыграли в Амстердаме так 1-1 сыграли в Амстердаме и 1-1 они также отыграли во Франции но 8 мячей забил Леон 5 мячей забил Аякс ну а потом без разницы уже всем что 9 пропустил Леон Аякс наш возможный соперник здесь у нас Севилья Бавария на первой строчке Динамо Киев вылетает Лацио возможно наш соперник группа кстати интересная здесь Байер наш соперник МЮ кстати куда ушел Роман Скворцов наш Лейпциг ушел в Лигу Европы и ПСВ замечательно что у нас здесь Бенфика Ювентус Брюги Барселоны вообще повезло Барсе здесь ПСЖ Тоттенхэм интересно Леон Реал Монако Ливерпуль Интер Боруссия Сити Бавария и Арсенал Атлетико Арсенал Манчестер Сити Ливерпуль Тоттенхэм то есть 4 команды из 4 нет там еще МЮ вроде вылетели поэтому в Лигу Европы 4 команды пока что в одной восьмой Лиге Чемпионов ну и мы смотрим на Лигу Европы Рома Паук Мы и Гладбах Челси Галатасарай Милан Мидипул Баших Шахир Шальки Андерлефт Лиль Утрихт Финор Порто Валенсия Ройял Антверб Спортинг Атлетик Клуб Бильбао Реал Бетис Фенер Бахче Сан-Титьен Вольфбург Атланта Марсель ну и с кем мы все-таки мы играем против Сивили нормальный мне кажется соперник Сивилия 3 сезона там подряд недавно выигрывали Лигу Европы ну что же давайте будем вот такой в нашей оранжевой а не в домашней ну и мой второй состав в рейтинге пока что Козлов еще не обгоняет Дзюбу поэтому туман еще причем на стадионе поехали итак наш выезд очередной последняя наша выездная игра замечательная была мы обыграли Тоттенхэм со счетом 3-0 ну и сейчас против Брайтона мы играем ну что же я не знаю стоит ли нам надеяться на чемпионство но мы будем бороться только вот я себе лично поставил задачу это попасть в зону Лиги Чемпионов то есть первая четвертая строчка здесь и держаться Жамалединов-то отдает дальше на Петракова Петраков на Козлова Чпуньк и все Вяткин забивает это 1-0 15-ая минута Прессон выходит вперед на выезде отлично такие слабые мы команды обязаны просто обыгрывать отличный пас Вяткина на Жамалединова у него очень хорошая скорость для правого полузащитника прям бешено и забивает Жамаледина свой второй гол в премьер-лиге стоило ему забить один гол Тоттенхэму и во второй игре подряд он забивает именно для него эта вторая игра подряд потому что с Челси он не играл замечательно причем забил он вроде и Тоттенхэму тоже левой ногой если я ничего не путаю и все уверенная победа Прессона на выезде над Брайтоном наши очередные три очка на выезде мы забираем ну и лучшим игроком сегодня наверное Вяткин все таки станет да 9-1 оценка так Прессон всегда выигрывает можем играть еще лучше по ходу матча с Челси уж точно ну и было непросто пробить оборону ну что же проводим очередную тренировку ну и матч у нас с Мальчей с Риминат там даже никаких предматчевых пресс-конференций не проводят интересно почему Манчестер вообще не входит сейчас в топ-6 они вылетели из Лиги Чемпионов попали в Лигу Европы заняв третью строчку в группе и идут сейчас даже ниже чем Ньюкасл у них 28 очков и девятая строчка в чемпионате Англии туда перешел наш игрок Роман Скворцов давайте мы посмотрим на его статистику сейчас он отыграл всего лишь два матча один в Кубке Карабао один в Премьер Лиги одна победа у него сухую и одна желтая карточка в Кубке Карабао все поэтому скорее всего он вообще там в глубоком глубоком запасе находится сейчас ну что же играем мы дома серьезный соперник серьезный матч поехали итак Престон против Манчестера Юнайтеда мы вроде впервые встречаемся против Юнайтеда против Сити мы отыграли целых три уже матча у нас две победы одно поражение но против Мью мы еще не играли серьезный соперник Престон Манчестер Юнайтед АПЛ поехали МакТомин и сразу отбирает Дели Али в составе мы еще видим вот он и Райан Фрейзер из Бормута пошла такая подача и как сейчас забивает Кинг это просто что за состав у Мью они забрали двух игроков из Бормута это что вообще такое ладно пропустили на четвертой минуте Скворцова вообще пока что не видно наверное будет даже на скамейке и Дели Али забивает еще 2-0 мы проигрываем такого еще не было а в Тяниген было когда мы Сити проигрывали тогда так же вот у нас прям обыгрывали Дюба Дюба 2-1 делает счет забираю уже поскорее сейчас мяч но неплохо очередной гол Артема Дюбы в премьер лиге ну и шансы вроде как мы возвращаем на победу против Манчестера на Эвазяна на Эвазяну Дюбу Дюба здесь ты должен и решай и решай Дюба Дюбль забивает мы камбэчим до 2 друзья Артем Дюба замечательная игра и в первом тайме мы уже сравниваем счет благодаря Дюблю Артема Дюбы и Дюба Дюба забивает хэт-трик Дюба забивает хэт-трик Манчестеру и Найдеру кто бы мог это вообще подумать замечательный матч для Артема Дюбы причем мы проигрывали это камбэк друзья это камбэк минимальная друзья победа над Манчестер Минозе там мы сделали камбэк благодаря хэт-трику Артема Дюбы замечательно за сколько ударов он сделал за 6 ну так же практически как и Головин в Лиге Европы классно получилось Дюба оценка 10-0 Дюба оформил хэт-трик он пример для всех скажем нужно сосредоточиться победа меня устраивает все игра сейчас у нас против Эвертона мы на кстати на 3 очка мы отстаем от Тоттенхэма и на 1 очку от Челси отстаем как-то я вообще не понимаю что там за матчи были сейчас я гляну Тоттенхэм скорее всего проиграл свою игру сейчас недавнюю так Челси выиграли Кристалл Пелос а вот Тоттенхэм кому-то там проиграли да Тоттенхэм Манчестер Сити проиграли а где тогда еще Челси потеряли совсем недавно так очки я не знаю когда не успели ну ладно может так и было все 1 очка у нас отстывания до Челси 3 очка отставания теперь до Тоттенхэма Венесуэла нам предлагается тренером сборной мы отклоняем матч она сейчас против Эвертона здесь мы будем играть вторым составом вроде как никто не прокачался сильно так что второй состав у меня готов в рейтинге раз так 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 с 5-0 мы обыграли Эвертон 5-0 да-да-да я вспомнил мы победим скажем так парни выложили все ну а раз мы еще Эвертон обыграли с счетом 5-0 мы помним первым составом мы играли то сейчас я надеюсь что и вторым сможем мы их обыграть в рейтинге никто не повысился поэтому наша домашняя игра против Эвертона уже на второй круг пошли матчи расстановку увидите ясно на стадионе поехали итак замечательный домашний наш стадион который принес нам очень много побед играет сегодня Престон против Эвертона мы обыграли их в прошлый раз на их стадионе не помню честно уже забыл извиняюсь в болельщике Эвертона что забыл ваш домашний стадион вот мы их обыграли с счетом 5-0 посмотрим как сегодня мы сыграем Престон Эвертон АПЛ поехали Вяткин А Вяткин забивает первый мяч сегодня в матче против Эвертона замечательно 1-0 Престон выходит вперед снова в матче против Эвертона Вяткин отдает на Кучаева и Кучаев забивает это 2-0 ну все без проблем мы сегодня точно пройдемся по Эвертону Ай-яй-яй-яй Козлов все-таки забивает или что серьезно на Козлова запишут да но это просто супер для него отлично Козлов и Козлов забивает дубль отлично 75-я минута классно прям играем уходит от этого подката Масаковский на Вяткина и Вяткин забивает пятый на последних минутах мы снова повторяем этот рекорд который мы забили Эвертону и там и там практически и на выезде и дома мы забили пять мячей Эвертона и все друзья очередной разгром над Эвертоном снова 5-0 мы повторяем лучшим игроком наверное все-таки снова Вяткин станет либо Козлов вот честно не знаю становится Вяткин 10-0 он хэтрик что ли сейчас забил серьезно нет два мяча и две голевые поэтому оценка 10-0 почему Мишин так и не вышел потому что он будет сейчас играть с Лестером и играл с Манчестером Юнайтедом почему тупые вопросы такие мы успокоили соперника очередная тренировка у нас наконец-то прокачался на один рейтинг мешков еще надо на 4 но все так же теперь у нас лидерство в 5 очков над Ливерпулем и над Эвертоном занимаем заслуженное третье место 1 очко до Челси 3 очка до Тоттенхэма вот еще будут у нас матчи ответные против Тоттенхэма и Челси кстати вот здесь у нас матч там поставили сейчас я гляну что это вообще за матч Кубок Англии наверное да Кубок Англии 1-3 сарая против Ливерпуля будет интересно опасно я не знаю каким мы сейчас составом будем играть если мы сейчас будем играть первым скорее всего будем естественно играть вторым против Ливерпуля Вова Вова нам говорит что хочет играть прекрасной форме я подумаю все последний матч на сегодняшний выпуск против Лестера играем мы на выезде King Park Stadium как так называется King Power Stadium первым составом поехали итак замечательный стадион Лестера мы сегодня сюда приехали за победы мы сыграли в ничью над нашим домашним стадионе с счетом до 2 вроде мы впервые в АПЛ сыграли именно в ничью с Лестером поэтому сегодня мы готовы побороться Лестер против Престона поехали Мишин уже подбирается к штрафной пас на Артема Дзюбу и это 1-0 все Каспер Шмейхель вроде он стоит на воротах забивает ему Артем Шмейхель как он себя сам называет когда стоит на воротах ну и все замечательно но не в дань наверное уважение Касперу Шмейхелю а в дань уважение отцу Каспера Шмейхеля который выступал за Манчестер Юнайтед и все Артем Дзюба забивает ворота Лестера это 1-0 наконец-то мы выходим в этом противостоянии вперед 17-й гол Артема Дзюба в АПЛ Артем Дзюба и Артем Дзюба забивает дубль ворота Лестера и забивает свой 18-й гол и показывает он именно на Гарри Кейна наверное который смотрит сейчас этот матч потому что Дзюба будет его естественно пытаться догнать Дзюба дает на меня и я забиваю ворота Эвертона ой Лестера извиняюсь друзья прошлый матч просто уже вспоминаю думаю почему так легко я забиваю я не помню я вообще забивал или нет в пример лиде но вот Дзюба так приобнял Рамакер подошел Головин скорее всего но хорошая здесь передача хорошо убрали и в дальний угол так смачненько пробили может быть даже и первый гол нет второй но я говорю я очень мало забиваю в этом сезоне практически пытаюсь на других персонажей отдавать иначе вы бы говорили все на себя отдаю и я отдаю еще голевую на Дзюбу и Дзюба забивает хэт-трик в сегодняшнем матче отдаем пятюню друг другу пас на меня Головин отдает передачу на Артема Дзюбу и Дзюба и Дзюба и Дзюба забивает покер друзья 4 мяча забивает Артем Дзюба сейчас что просто он творит космическая игра от Артема Дзюбы он забил хэт-трик Манчестеру и на эту в прошлом матче своем и забивает 4 мяча Лестеру на их стадионе мы выиграем 2 игры подряд по 5-0 Дзюба забивает свой 20-й гол это просто невероятно еще я так записался в этот матч снова друзья 2 у нас разгромные победы над Лестером и над Эвертоном сейчас Дзюба забил покер за сколько он ударов за 5 ударов кстати ну и Шмехи просто ужасно отыграл ну и мой единственный гол сегодняшний матч 8 ударов 8 в створ все замечательно Дзюба был просто неудержим да действительно 4 мяча за матч мы сегодня ждали борьбы это без трудностей давайте лучше скажем горжусь своими игроками все там что-то сейчас матч Челси Тоттенхэма было мы должны сейчас обязательно с вами это глянуть Вова нам говорит спасибо и ценит что мы его выпускаем ну перейдем сразу к матчу с Ливерпулем у нас открывается трансферное окно вот так что ждем предложение там по Полине Сироткиной тоже обновленный ежемесячный отчет давайте посмотрим нет крупин можно ух какие малки ух сколько здесь троих уже взяли да всего лишь троих травма на тренировке Роман Трушечкин на три недели вылетает так что Ромакер будет скорее всего отыгрывать в двух составах у нас игра против Ливерпуля в следующем выпуске начинается но я бы хотел сейчас подытожить все это наше дело естественно каждый выпуск в конце мы подытожим и смотрим мы сейчас глянем как вообще сыграли они сейчас Тоттенхэм потому что играл против Челси и мне сейчас это интересно с каким счетом они там сыграли Тоттенхэм с Челси сыграли в ничью я так и просил чтобы все так и сошлось если бы Челси бы выиграли у них было бы сейчас бы 53 очка у Тоттенхэма бы тоже так что нам бы это вообще не выгодно было так бы мы бы и остались на третьей строчке а так Челси сыграли в ничью потеряли очки у нас одно очко отставания до Тоттенхэма у них они тоже практически отобрали так что все замечательно зачем это я вышел отсюда нам надо снова вернуться к следующему турниру мы перейдем так ну давайте да кубок здесь мы сыграем против Ливерпуля что еще кубок Карабау здесь Сити Тоттенхэм Эвертон Ливерпуль пока что так все Ливерпуль и Мью Лигу чемпионов мы смотрели Лигу Европы мы тоже с вами посмотрели поэтому больше ничего интересного не могу сказать да может кому-то интересно сейчас посмотрим что там в бомбардирской гонке и Дзюба стал лучшим бомбардиром за 13 матчей он забил 20 мячей в тот момент когда Кейн за 21 тур забил 20 то есть намного меньше на целых 8 матчей отыграл меньше Дзюба Кейн ну все проиграл борьбу а по голевым тут кстати Головин Вяткин Козлов по 8 голевых у Головина и у Вяткина вообще замечательно все друзья на этом спасибо вам большое за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был Андрей и канал Футбол это жизнь до новых встреч друзья всем до свидания субтитры сделал DimaTorzok